Урок номер один. Поговорим про переменные. Что вообще это такое? Что с ним можно делать? Что такое переменная? Переменная это именованная область оперативной памяти компьютера, в которой хранятся какие-то данные. Чтобы было просто, давайте вспомним. Вот у вас в комнате наверняка есть какие-то ящики. Ящик для игрушек, ящик для носков и ящик для какой-то мелочи. Чтобы не запутаться, если ящики одинаково выглядят, мы их подписываем. Давайте первый ящик у нас будет ящик А, второй ящик будет Б, третий ящик будет С. Ну, игрушки мы рисовать здесь не будем. Давайте лучше напишем количество игрушек, которое хранится в этом ящике. Переменной. Например, 10. Почему А называется переменной? Потому что игрушек может быть и 9, и 11, да вообще любое число. Вот сколько мы напишем, какое число мы здесь напишем, столько, такое значение будет у переменной А. Б я говорил про носки, ну давайте пусть там будет у нас 20, например. С. Ну, цены давайте запишем семерочку. Можем что угодно, давайте 171, например. Так. Как заносить вот эти значения в переменные, я расскажу чуть-чуть позже. Ну, смотрите. Каждая переменная имеет данные внутри себя. Эти данные называются значением. Если мы говорим переменная b, что делает язык лоа? Он ищет у себя в списке переменных, переменную b нашел, находит ящик и смотрит, что же лежит в этой переменной, что же лежит в этом ящике. В данном случае 20. Так что, если вы, например, захотите решить пример а плюс b, а плюс плюс b равно, мы подставляем вместо а значение переменной а 10, и вместо b подставляем значение, которое переменной b 20. Получится 30. Не путайте с примерами из четвертого класса, с буквами, где, например, вам нужно найти x. Ну, я пример приведу вот такой. 7 минус x равно 3. Здесь x неизвестная в ваших математических задачах. Не путайте с программированием. Здесь у нас всегда наши переменные известны. Если вы знаете имя переменной, то вы всегда знаете, что в ней находится. Не нужно ничего вычислять. Как хранятся переменные? Оперативная память. Ну, вы, наверное, знаете, что в вашем компьютере есть жесткий диск или флешки в ваших фотоаппаратах, сотовых телефонах, планшетах и так далее. Память такая долговременная, на которой можно записать игру или какие-нибудь файлы фотографии, они будут храниться долго. А есть оперативная память. Эта память очищается, когда вы выключаете компьютер или когда вы выключаете ваш телефон. Но с этой памятью можно работать очень-очень быстро. Поэтому, когда вы запускаете какую-то программу на вашем компьютере или телефоне приложения, то данные какие-то считываются с долговременной памяти и начинают заполнять нужной информацией вот такие ячейки в оперативной памяти, которая очень быстрая. Мы сейчас с вами создали три переменные. на предыдущем слайде. А, Б, С с числами. Когда мы создаем какую-нибудь переменную А, то в оперативной памяти, обычно это по порядку происходит, но неважно, нам выделяют ячеечку памяти. Эта память напоминает бесконечную тетрадку в клеточку, которую вы используете в школе. Вы, наверное, в клеточках что-то рисовали, вы даже буквы пишите иногда в клеточке, да, числа. Это очень похоже на вот эту вот оперативную память. Только единственное, ваши тетрадки скорее больше на долговременную память похожи. Потому что, если вы там написали какое-то число, то оно там остается. Если вы закрыли тетрадку, то оно не исчезнет. Ну, ладно. Для нашей переменной с названием, с именем А, нам выделили такую ячейку. Помните, что у нас там было? Сейчас смотрим в предыдущем слайде. В А. 10, 20. Число 10 записывается в эту ячейку. Так что к этой ячейке привязано имя А. Для переменной В выделили следующую ячейку. У нас там уже 20 хранится. Ну, а С у нас хранится, допустим, вот в какой-нибудь вот такой ячейке. 171. Тем не менее, это ячейка в памяти. Нам не нужно знать, где в какой ячейке памяти это хранится. Потому что, на самом деле, каждая ячейка в памяти компьютера пронумерована. Допустим, у этой ячейки, у нее нет имени, у нее есть номер порядковый. У нее, например, номер 0. У следующей 1. Потом 2, 3, 4. Там до миллионов, миллионов. Нам легче с этими переменными разбираться, когда у них есть имена. Причем те имена, которые мы дали им сами. Только для простых примеров мы будем использовать названия переменных, которые из одной буквы состоят. Например, помните, вы играли в игры, и у вас на экране было количество бонусов, количество очков, например, score. Скор, допустим, 100. Если мы пишем какую-нибудь игру, мы хотим считать, сколько очков набрал наш игрок, мы создаем переменную score и мы заносим в нее, ну, вначале мы заносим в нее 0, конечно же, потому что когда вы начинаете игру, точно так же. Для нашей переменной score выделят какую-нибудь ячейку памяти, и у нас там будет 0. Как только наш игрок будет зарабатывать, допустим, одну очко, то мы вместо этого нулика будем записывать туда единицу. Еще одно заработал, уже будет 1 плюс 1. Двойка, значит, сюда пойдет. И так далее, и так далее. Так. Типы данных в Луа. Ну, мы уже с вами говорили про числовой тип. Числа. Так. Числа. Ну, числа могут быть положительные и отрицательные. Там 0, 1, минус 10. В школе вы еще, возможно, не проходили отрицательные, неважно. А дробные числа, числа с плавающей точкой, например, 5 с половиной. 5. Здесь точка идет. 5. Это тоже такое число. 5.5. Через точку писать. Так. Дальше. Следующий тип у нас. Строковый тип. Строковый. Строки. Ну, это значит, там может храниться текст. Не числа, а текст. Текст, например, код. Код. Какой-нибудь. Компот. Да что угодно. Русские, английские буквы. Неважно. Есть еще один тип. Логический. Логический. В нем может храниться либо ложь, либо истина. Ну, так как язык Луа писали не в России, поэтому ложь и истина пишется по-английски, как это принято. Истина пишется как true, а ложь пишется как false. Буквка Е в конце. Так, ну давайте сразу попрактикуемся с этими типами. Так, запустили Zero Brand Studio. Я отдельно записывал урок, как готовить компьютер для работы. Ваш домашний. Так, запускаем. Здесь мы пока не пишем никакой файл. Мы переходим вот сюда. Внизу, видите, у вас есть окошко. Я его немножко так расширил. Ctrl+, можно увеличить. Размер шифтов уменьшить. Здесь мы будем тренироваться. Здесь краткая инструкция, я не буду ее вам озвучивать. Понятно. Самое главное, чтобы что-то, чтобы выполнить какое-нибудь выражение, мы должны написать равно, и потом далее идут какие-то данные, или имя переменной, или... Сейчас сами увидите. Давайте, равно 3. Луа говорит, ну ладно, вы мне 3 дали. А если мы скажем ей 3 плюс 45? 48. Отлично. Давайте попробуем, создадим переменную. Переменная A. Переменная присвоить, вот этот вот... Это операция присваивания происходит. Такой оператор присваивания, он у нас является символом равно. А равно 10. Луа видит какое-то слово, понимает, что мы хотим создать переменную с таким названием A, присвоить... А, ну давайте вот даже вот так сделаем. Подождите. Здесь мы просто напишем A. Так, извините. Пришлось инструкцией воспользоваться. Вот написано, используйте ресет, чтобы очистить окружение. Я до того, как записывать этот урок... Так, проверим. Переменная A присвоить 10. Давайте теперь посмотрим, что в переменной A. Десяточка. Так. Давайте переменной B еще не было, но мы все равно напишем B и посмотрим, что же в нашем ящичке с названием B. Нажимаем Enter. Nil. Что за Nil такой? Оказывается, ничего, пустота, вот в нашем ящике переменной, в языке Loa она всегда означается вот таким словом. Nil. Ничего. Запомните, это слово нам пригодится потом. Ладно. В B ничего, а если мы напишем B присвоить 20. Теперь пишем B. Да. Теперь в переменной B у нас 20. Это означает, что... Сейчас увидите. Что у нас уже в памяти оперативной выделили нам вот эти вот ячейки. Ячейку для переменной A и ячейку для переменной B. Вот этих ячейчик пока нет. Ну, давайте попробуем. Скор. Да. Видите, Nil. Ничего. Так. Ну, логические... Логические типы. Логический тип. Истина. True. Разрешает True. И логический тип. Ложь. False. Ладно. Так. Мы к этому еще вернемся. Присваивание. Мы уже сейчас смотрели присваивание. Язык Lua имеет динамические... Ну, как каждая переменная может менять тип присвоенных данных. Давайте еще посмотрим третий тип данных. Строковый. Когда мы в какую-нибудь переменную, например, name это имя присвоить текст Павел. Так. Теперь, если мы напишем name, то у нас появится из этой переменной значение. В переменной name есть значение Павел. Текстовое строковое значение. Текст. Так. Присваивание. Ну, мы сейчас как раз и проделали с вами присваивание. Для присваивания мы должны написать имя переменной, в которую мы хотим присвоить. Например, a. Далее идет оператор присваивания равно и то значение, которое мы хотим занести в эту переменную. Ну, 10. Если мы на следующей строчке или где-то еще мы опять напишем переменной a присвоить допустим уже 30, то вот это значение оно исчезнет. Ну, Помните, у нас есть ячеечка, где переменная с именем a где хранится у нас десятка. Сначала мы здесь храним 10 в этом ящичке в переменной. Но стоит нам присвоить другое значение какое-то. Старое значение исчезает, оно забывается и остается новое значение. Вот как, например, считают очки в игре. Давайте пишем score. Скор присвоить 0. Давайте будет удобнее наверное смотреть вот Zero Brand Studio. В самом начале игры или в самом начале уровня мы score присваиваем 0. Как теперь увеличивать если что-то хорошее произошло как теперь увеличить на единицу этот score? Нам нужно написать такое выражение score присвоить плюс 1. Что произойдет? Луа увидит название переменной и будет ждать что в эту переменную мы присвоим какое-то выражение. А вот это выражение которое идет после оператора присваивания после равно. Что же здесь мы видим? Score плюс 1. Но мы знаем что когда мы обращаемся к переменной по ее имени мы должны взять значение которое находится в нашей переменной. А сейчас мы присвоили в score 0. Значит у нас тут 0. Значит вместо этого имени lua подставить сюда 0. 0 плюс 1 чем равно 1. Давайте запустим enter. Давайте теперь посмотрим что у нас в score хранится 1. А если мы повторим еще раз в переменную score присвоить результат вот такого выражения score плюс 1. Давайте смотрим что у нас в score уже 2. давайте еще раз выполним score присвоить score плюс 1. Что у нас здесь получилось а давайте еще раз вот так еще раз может посчитать посмотрим пятерка все правильно так давайте поступаем дальше точно так же можно присваивать и текст тоже вы видели что name присвоить какой-то текст kit например так ну с присваиванием все понятно и вы видели что присваивать можно не только какое-то одно значение но можно целое выражение например переменная d ладно как-то написал z z присвоить а умножить звездочка это умножить на на а в а у нас находится 10 а нет в а у нас уже находится 30 давайте посмотрим так что у нас во-первых в а находится давайте а присвоить 30 и теперь пишем z присвоить а умножить на а что произойдет по имени переменной у нас подставится значение 30 умножить на 30 так теперь смотрим что у нас в z 900 отлично так идем дальше работа с числами так ну сейчас мы видели уже какие-то операторы что можно делать с числами сложение вычитание деление умножение звездочкой остаток отделения и возведение в степень вроде бы все а ну есть еще с отрицательными числами вы не работали но тем не менее можно вот так сделать умное слово скажу унарный оператор минус например смотрите а присвоить минус 7 отрицательное число у нас тут переменная а дальше пишем а присвоить минус а в принципе здесь можно и ноль написать можно не писать что у нас будет в а минус а изменит знак нашей переменной и даже не только у переменной а у всего выражения здесь может быть сложное выражение например вот какой-нибудь вот так ну ладно не будем сейчас усложнять в общем в результате в а у нас если мы а напечатаем давайте здесь посмотрим как говорим а присвоить минус 7 смотрим что в а теперь а присвоить минус а что у нас как вы думаете должна произойти смена знака семерка а если мы еще раз вызовем вот такую вещь а присвоить минус а смотрим минус 7 так я чуть увеличил шрифт дальше плюс-минус делить давайте простые тоже выражения а присвоить 45 минус 12 умноженное на 23 что же произойдет оказывается у нас есть приоритет наверное в школе вы тоже могли проходить я не помню скобки вы расставляете в школе в четвертом классе или нет так давайте посмотрим что у нас в а происходит но что произошло лоа вычисляет сначала умножение а потом из 45 результат вот этого 12 умножить на 23 вычитается получается минус 231 а если мы хотим например сначала вычесть а потом умножить мы должны пояснить приоритет порядок вычисления этого выражения расставим просто скобочки как вы в школе расставляете а теперь смотрим что у нас в а совсем другое число так ну ладно с операциями сложения вычитания деления умножения никаких проблем нет возведения в степень я знаю что в четвертом классе это не проходит пока не важно а что такое остаток отделения ну например смотрите остаток отделения например 9 разделить на 3 тройка а если мы пишем 10 разделить на 3 на целое же не делится видите получается 3 точка 3 3 3 3 мы можем получить остаток отделения 10 разделить на 3 с помощью вот такого оператора остаток отделения получилась единица это означает что 9 на 3 разделилась нацело а вот осталась единица которая не делится так ну возведение в степень ладно посмотрим мы уже писали такое выражение как а умножить на а например а присвоить 5 а теперь посмотрим что будет а умножить на 25 вот а умножить на это а возведенное во вторую степень мы вторую степень и ограничимся а еще этот символ степени 2 давайте в третьей степени посмотрим так возвращаемся дальше работа с числами ну с числами понятно так работа со строками ну во-первых как 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 в эту строку можете описать правильно строку строка всегда должна начинаться с кавычек с двойных кавычек например крот крот двойные кавычки но можно в одинарных кавычках написать тоже будет строчкой совершенно нормальной вот так одинарная кавычка вот это не смотр в луа можно также строки начинать заканчивать двойными квадратными скобками например кит вот это все равнозначно итак а присвоить крот б присвоить код ц присвоить кит кстати давайте посмотрим что будет если мы в а присвоим строку текст код и попробуем а умножить на сделать ну хоть у нас среда и на русском языке но сообщение об ошибках будут на английском языке и мне луа пишет попытка выполнить арифметическую операцию на глобальной переменной под названием а с именем а и написано а внутри а у нас находится строка но нельзя кота на кота умножать потому что это текст если бы у нас код был бы без кавычек вот такой вот код сколько вашему коту лет например 12 и теперь пишем код умножить на код получится вот 144 и помните сколько кошачьих лет как переводить количество кошачьих лет в человеческие по-моему на 7 нужно умножать поэтому если мы напишем код ну вашему коту 12 лет код умножить на 6 по-моему надо умножить 72 года кодик ваш старенький но вполне еще бодрый вот все еще нормально с вашим котиком так давайте смотрим дальше что у нас так ну я еще в переменных хочу сказать что луа различает разные переменные разные большое а и маленькое а это совершенно разные переменные давайте посмотрим например а маленькая присвоить единица а большое присвоить двойка и давайте теперь посмотрим что в а маленькой и что в а большой переменной ну видите луа не запуталась Самое главное, вы теперь не запутайтесь. Я предлагаю, что все переменные в наших простых программах писать маленькими буквами. И желательно, чтобы ваша переменная была все-таки не однобуквенная, а какая-нибудь осмысленная. Помните, как мы score писали? Там до сих пор количество очков набранное хранится. Операторы. Ну вот, мы уже операторы смотрели. Плюс-минус, делить, остаток отделения, разведение степень, умножение. Так, оператор присваивания у нас еще был. Есть еще операторы сравнения. Логические такие операторы. Больше, меньше, больше или равно. Пишется слитно два символа вот так. Меньше или равно. Если хотите сравнить значение переменной равно, это сравнение на равенство. А есть не равно. Не равно пишется вот так. Знак тильда. Тильда слева вверху, рядом с буковкой ее. Тильда равно. Тоже слитно. Давайте теперь попробуем, посравниваем. Так. У нас посмотрим, что в B есть. Ага. Что в A. Теперь сравним. А больше B. А больше B. И нам Луа говорит. Это ложь. А не больше B. А если мы пишем А меньше B. True. Луа говорит нам истинно. Да, действительно. В переменной А хранится число, значение переменной А. Единица. Которое меньше значения, которое хранится в переменной B. Это здорово. Так. Ну, давайте теперь. Можно такие выражения делать. Давайте даже без переменных просто сразу пишем значения. Например, 3 больше 2. Истина. 3 больше или равно 3. Как вы думаете? Истина или ложь? 3 может быть больше, либо равно 3. Но я считаю, что это истина. Потому что, ну, по крайней мере, они равны. Правильно. True. Так. А если мы напишем 3 меньше или равно 3. Тоже истина? Да, истина. Потому что 3 равно 3. Как минимум. Так. Ну, а давайте тогда не тройку, а, например, единица. Меньше или равно 3. Тоже истина? Истина. Правильно. А если мы здесь напишем 10? Вот уже ложь. Так. Что у нас? Больше, меньше, больше и равно. Ага. Вот такая вот вещь интересная. А если мы запутались и пишем, например, 5 равно больше 6. Неожиданный символ около пятерки. Луа не знает вот такого оператора сравнения. Она знает только такой тип сравнения. Где равно, символ равно пишется в конце. Значит, такого просто нет. Не путайте. Пишется либо меньше и равно, либо больше и равно. Слитно вот это вот пишется. Так, вот равенство мы не сравнивали и неравенство. Давайте еще попробуем. Так. 55 равно 56. Это я так заявляю. И сейчас меня Луа поправит. Скажет, это истина или нет? Или ложь? Ложь. Так. Ну, а если я пишу вот так? 55 равно 55. Кстати, не путайте. Смотрите, когда мы не присваиваем. Ну, вот опять, опять. А присвоить 10. Б присвоить 20. Если мы хотим сравнить А и Б. Пишем А равно Б. Такое выражение. Они не равны. Правильно, мне Луа говорит. Это ложь. А если вы по ошибке написали вот так? Вы случайно написали не 2 равно, а 1. Что произойдет? А произойдет присваивание. Луа в переменную А присвоит значение переменной Б. В переменной Б у нас сейчас хранится 20. А переменная А 10. Вот давайте. Присвоили. А теперь давайте сравним А и Б. Как вы думаете, они равны у нас или нет? Я думаю, что они равны. Ну, вот так. Почему? Потому что А 20, Б тоже 20. Вот в этой строчке мы с помощью оператора присваивания, который вот равно, мы значение из переменной Б, которое было равно 20, присвоили в переменную А. Давайте дальше по уроку идем. А, не равно. Ну, не равно это... Ну, это понятно. А, не равно Б. Как вы думаете, что нам выдаст? Вот сейчас мы смотрим, что в А 20 и в Б 20. А не равно Б. Ложь. Потому что А равно Б. Так. Давайте идем дальше. Так. Ну, давайте еще про текст я вам скажу. Работа со строками. Что мы можем сделать со строчками? Самое простое, что мы можем сделать со строками, мы можем их склеить вместе. Давайте, например, котопес. Давайте, вот у нас будет переменная код в код. Давайте в переменную А занесем слово код. В переменную Б занесем слово, строчку, текстовую пёс. Как теперь получить котопес? В переменную С, например. Есть операция конкатенации. Ну, если по-русски сказать склеивание. Ее можно применять только к переменным, в которых хранятся какие-то строковые данные. Конкатенация пишется двумя точками. Так. Точка, точка. Например, склеить А и Б. А, точка, точка, Б. Ну, мы можем также, например, не значение переменной склеивать, а, например, мы можем А, точка, точка, точка. А здесь текст идет в кавычках, как мы привыкли. Например, восклицательный знак. Что получится? Надо проверять. Так, наверное, непонятно. Смотрите. Пишем А, точка, точка, в кавычках восклицательный знак. Давайте без кавычек написать сначала восклицательный знак. Нет, Луа такого не понимает. Мы должны любую строчку всегда начинать и заканчивать кавычками. Теперь она поймет. Видите? Луа нам уже соединила нашу строчку, которая находится в А, код, у нас там находится текст, код, и вот эту строчку, которая восклицательный знак. Ну, давайте, например, а если мы не один восклицательный знак, а вот столько сделаем. Вот столько знаков и присоединилось. Давайте теперь посмотрим, что в переменной А находится. Все так же код и находится. Почему? Потому что мы никуда не присваивали, не присваивали значение этого выражения. Как бы нам Луа показала на экране в нашей консоли, на этом окошке, и потом это значение исчезло, стерлось. Нам нужно было написать, например, вот так. Какая-нибудь переменная присвоить А склеить с восклицательными знаками. Теперь смотрим, что же в нашей переменной Т. Да, в нашей переменной код. Так. Я хочу, наверное, дать домашнее задание. Пока.